Немножко более обширное. Оно взято... Да, вот я его откуда-то взял, между прочим, из... Ну, откуда-то из другого места. Не помню, откуда. Да. Значит, что мы здесь видим? Вот этот вот герундив о ванте. Ну, для начала давайте вспомним, еще раз вспомним, как мы должны подходить к предложению, к разбору и переводу. Совершенно неправильным подходом здесь было бы читать просто слева направо, вальмикасе, то есть и начать вот эти слова, форму перевалить, тем более, что... Очень важно иметь в виду, что генитив, он, как правило, он относится только к, так сказать, он определяет только то слово, перед которым он непосредственно стоит. С генитива лучше всего вообще никогда не начинать. А что мы должны? Да, мы должны, мы должны лучше всего, ну, что мы должны, давайте вспомним, смотрим, смотрим. Мы видим здесь, что, ага, мы видим дриштва. Один из элементов разбора мы видим элемент дриштва, значит, увидев, что это такое, это абсолютив. То есть у нас здесь есть некая абсолютивная клауза. Абсолютивная конструкция, это очень важно. Но, как правило, в прозаических текстах это будут конструкции, абсолютивная конструкция или абсолютивная клауза, она будет, вот, от нее, от абсолютива, то, что слева стоит. В строфах, конечно, это может быть немножко по-другому. Так, да, мы видим, мы сразу же видим финитный глагол куриат. Что такое куриат, финитный глагол в аптативе, аптатив третьего лица единственного числа от догольного корня кури. Да, то есть, да, можно примерно перевести, всегда проблема с переводом аптатива, ну, на самом деле, может быть, она не такая большая, как кажется. Можно помнить, что одну из функций аптатива, он не зря называется ведерий, аптатив, предписание. Ну, здесь явное предписание следует, да, следует делать, следует делать, или следует сделать. Вопрос, конечно, да, следует сделать, следует сделать что? Либо сам, прямое наполнение, ну, и да, она, да, она, да, она, карма, с облакотив, то есть, вот у нас, мы не видим подлежащего, что это значит. Это значит, что подлежащим здесь, ну, является некий условный сах, или тат, или саа. Третье лицо, единственное число в санскрите, прошу это заметить, там, где не выписан прямым текстом, так сказать, не сказан, не сказан вот этот вот субъект, или подлежащее, ну, просто курьят, да. В санскрите очень часто так выражается безличная форма, да. По-русски, да, следует сделать, следует сделать что? Что сделать? Девасан. Девасан следует делать авантем. Да, следует сделать день, следует сделать авантем. Мы видим конструкцию с двумя аккузативами. И авантя, это значит безупречный, да. День следует делать безупречным. Даана, даана адгьяйна кармасу. Локотив норсного числа кармасу в делах, в таких делах, как даана адгьяна. Даяния и упражнения, учеба, изучения. После того, как, да что, как мы увидели, наблюдали, самчаем, рост собирания вальмикасе, муравейника. Да, авантем, тот, который, вот, да, у которой невозможно в чем-либо упрекнуть, безупречный. Висмаях, сарватха, хейя, нерешительность следует непременно отбросить. Хейя, да, вот ха, чахати. Прадикара, чарча, сарватхана, картавья. Очень часто применяется. Картавья, либо еще варианты герундива. Карья, карья, картавья, карамия. Ну, если говорить без окончания, поскольку герундив, будучи, в общем-то, прилагательным, отглагольным прилагательным, может принимать любое окончание. То есть, чарчана, картавья, не следует. Забота не должна быть, не должна делаться, дословно. Парадикара. Забота, которая парадикара, то есть, которая является адикарой, компетенцией парейша, парад, других или другого. Сарватхана, на Сарватхана, ни при каких обстоятельствах, ни коим образом. Мама, не йогасе, чавча, твоя, на картавья. Опять же, герундив, картавья. И, как мы, между прочим, видим, картавья в данном случае. Герундив. Продолжение следует...